Во французском Страсбурге стартовала осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Она пройдет с 30 сентября по 4 октября. Главная тема заседаний – борьба с нарушением прав человека, а также вопрос возвращения украинских военнопленных, гражданских и детей. Кроме того, со вторника по четверг ежедневно будут голосовать по украинским резолюциям. В Страсбурге сейчас находится мой коллега Олег Борисов. Олег, здравствуй и тебе слово. Анна, рад вас приветствовать и приветствовать всех наших зрителей. Началась сегодня осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Вы очень правильно подметили приоритетные вопросы. Это освобождение военнопленных, гражданских детей, поиски решения и поиски механизмов того, как возвращать детей из временно оккупированных территорий Российской Федерации и самой Российской Федерации. Ну и, конечно же, голосование за данные резолюции. Я напомню, что 46 стран-членов Совета Европы тут присутствуют. Как показывает практика предыдущих заседаний Парламентской Ассамблеи Совета Европы, поддержка Украины колоссальная. Ну и, в принципе, тут постоянно дорабатываются все эти проекты резолюции. Вот, в свою очередь, у меня уже в руках адженда утвержденная. То есть, здесь указаны все темы, которые будут обсуждаться на протяжении этой недели. Украинский вопрос тут в вторник, в среду и в четверг. И соответствующие резолюции будут голосоваться. Об этих резолюциях поговорили с главой Украинской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мария Мезенцева. Она рассказала ожидания и какие корректировки в эти драфты пока что резолюции они уже внесли. Услышим прямую речь. Это дополнительные санкции для тех, кто является частью этих планов геноциидальных по и издевательствам, и тортурам, которые претерпевают украинские военно-пленные, но также и по цивильным, которых не имеют права брать в плен по всем Женевским конвенциям. И для нас важно, чтобы голоса пленных, тех, кто пережил плен, военные, цивильные, знаменитые цивильные, такие, Нариманджеля, но для нас они все знамениты, они все в нашем сердце. И самое важное придерживаться того, что сказал президент Зеленский. Это номер 4 его формулы мира. Пункт номер 4, она собрала просто полпланеты на встречу в Швейцарии этим летом. И для нас очень важно, чтобы все и каждый, каждая вернулись домой. Также, как и сказала Мария Мезенцева, усилены все резолюции, кроме голосования за резолюции, дебатирования этих резолюций. Будет сайт-эвент, который пройдет тут в среду. Сайт-эвент посвящен как раз теме депортации Российской Федерации украинских детей. Главное за этот сайт-эвент будет Елена Хоменко. Она является вице-президентом парламентской ассамблеи Совета Европы и членом украинской делегации в ПАСЕ. И в свою очередь также, стоит отметить, здесь будут выступать и бывшие политзаключенные, вышеупомянутые госпожой Мезенцевой Нариман Желял, который уже тут в Страсбурге, будет выступать и рассказывать на этих полях Совета Европы, рассказывать о своем пребывании в российском плену и о том, что нужно и необходимо делать для того, чтобы вернуть абсолютно всех. Кстати, очень символично получается, на прошлой сессии парламентской ассамблеи Совета Европы как раз заседали члены Совета Европы по делу Наримана Желяла и искали пути его освобождения. И вот, уже спустя несколько месяцев Нариман Желял тут будет выступать и как раз поднимать эту тему украинских военнопленных, гражданских и детей. Ожидается очень много важных месседжей. В эфире Freedom обо всем будем рассказывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова